Пончики сегодня это еда и для студентов, и для тех, кто хочет просто перекусить быстро на ходу. Это трудно сказать, насколько его можно назвать фастфудом. Вот, все-таки готовится он не так уж и быстро, но, тем не менее, это еда действительно на скорую руку. Говоря слово «пончик», сразу мы вспоминаем его синоним – пышку. Вот эта борьба, она, наверное, сильнее, чем оживленнее, ожесточеннее, чем борьба за авторство борща сегодня. Пышка или пончик, какими они должны быть, естественно, это противостояние, оно еще противостояние между двумя российскими столицами – Москвой и Санкт-Петербургом, где свои представления о том, каким должен быть пончик и каким пышка. Ну, с дыркой имеется в виду, или просто шарик, которым есть начинка, ну, там, из варенья, например, или джема. С другой стороны, если мы посмотрим историю, то, конечно, пышка, слово «пышка», оно явно нашего, российского происхождения, да, кстати говоря, не от того, что она какая-то пышная, а от слова «пыхать», то есть, когда жарится в масле, да, налитом на сковородку, она вот издает такой звук, вот, и вот эта пыхать, пышка, вот, собственно, оно и стало основой, откуда возник этот термин. Конечно, это достаточно старый в русском языке, старое понятие, старое слово, а вот слово «пончик», оно вообще не русское, вы удивитесь, когда оно появляется у нас. Его можно встретить уже во второй половине девятнадцатого века в книгах Елены Малаховец, классика нашей гастрономии. Так вот, у нее один из рецептов так и называется «пончики» или «пышка». Обращаю ваше внимание «пончики», а там нет у нее буквы «и», «пончики», так она пишет. Почему? Да потому что слово это на самом деле польское. Сама Елена Ивановна действительно, ну, как-то она была подвержена польскому влиянию, у нее много рецептов из той кухни. И на самом деле пончики – это блюдо, возникшее, видимо, в Польше, причем достаточно давно. Классик польской кулинарии Станислав Чернецкий описывает его еще в своей книге, выпущенной в Каракове, в 1680-х годах. И там эти пончики представляют у себя, ну, настоящую симфонию вкуса. Они готовятся и с вареньем, яблочным, грушевым, крыжовниковым, с джемом. И сверху посыпаются миндальными листиками, нарезанным тонким миндалем. Вот, то есть блюдо – это, конечно, ну, явно такое изящное. Не случайно, да, но книга называлась «Королевская кухня». Пончики, естественно, проникают, ну, и к нам, да, и на территорию, в кухне соседних народов, регионов. И вот тогда-то, собственно, в конце XIX века, и Елена Малаховец описывает, как готовился этот пончик. Немножко не так, как сегодня. Она предлагает раскатать большой слой теста толщиной где-то, ну, с палец, вот. Два таких круга сделать из теста. На один наложить ложечкой варенье, которого, ну, без сока, без жидкости, да, вот уже такое высушенное чуть-чуть. Да, ну, на 20-30 таких ложечек. Сверху положить другой круг теста, вот, примять, вот, слегка, вот, и дальше стаканом просто вырезать, вот, каждый отдельный пончик с начинкой. После этого опустите его в сковороду, в которой кипит масло, причем она предлагает жарить его на русском масле. Так называлось раньше масло топленое, вместе с гусиным жиром. То есть гусиный жир в те времена тоже не пропадал просто так. Его собирали, когда жарили гуся в баночке и использовали еще в других блюдах. Вот, вот этот пончик жарился, и получался, да, вот, замечательный такой предмет, который назывался и пончик, и пышка тогда. В советские времена тоже пончик в основном был круглый. То есть если мы посмотрим наши кулинарные книги, там, скажем, 30-х, 40-х годов, то там тоже предлагается делать пончик. Вот, вот, раскатывался уже маленький шарик теста, да, вот на одну порцию буквально, да, туда клалась ложечка варенья или джема, и затем он защипывался сверху, ну, вот, как хинкали, да, немножко раскатывался, чтобы он был ровным шариком, да, и вот этим защипом клался на сковородку в масле, и уже обжаривался. Вот, получался такой шарик, шарик с начинкой. Сегодня вот этот спор, каким должен быть пончик, каким пышка с дыркой или просто шариком, действительно, вот, разделил, наверное, все население нашей страны, потому что, например, в Москве историческое место на ВДНХ есть специальное пончиковое, где эти пончики делаются с дыркой, да, то есть их можно прям нанизать на веточку, да, на палочку. Как бы то ни было, пончик или пышка, сегодня это, конечно, просто классика не только нашей, российской, советской кухни, но и кухни мировой. Между прочим, 4 июня отмечается в Соединенных Штатах день пончика. Там, конечно, пончик немножко другой, он готовится из специальных кулинарных смесей, вот, обжаривается, покрывается, значит, специальной помадкой, да, сверху может обсыпаться какими-то еще там шариками красивыми и подается в холодном виде. Вот, донатсы, да, они именно так и принято их есть, ну, вот уже действительно как просто уличную еду. Ну, каким бы ни был пончик, в любом случае, он характерен тем, наверное, что у него уже сложилось такое всемирное братство любителей пончика, для которых это не просто кухня, а это еще и воспоминания, и образ жизни, и то, что они будут кормить еще и передавать своим детям и внукам. Субтитры создавал DimaTorzok